Мы приехали волонтеры со своими продуктами, раздали людям, очень не хватает сильно. Улица Адагонская, 56, вот там у нас дают очень мало продуктов. То есть мы, ну это абсолютно, то есть наша вся тема была, то что было, мы уже все практически раздали, вещи только там раздают, одежды. Людям не хватает, они не спрашивают, они заглядывают в багажник, просто мы это знаем. Они очень расстроены, они буквально требуют, они страшно ругаются, они начинают ругать нас, как будто мы администрация и так далее, и так далее. Сказали, что всего не хватает, все плохо, то есть очень нужно срочно туда, туда приходят люди, это точно, туда они приходят, туда нужно срочно что-то привести. Мы готовы в своей машине, вот багажник пустой, отвезти сейчас туда максимально все, что только можно. Я вам скажу так, у нас машин хрусты, которые стоят в сбоке погрузки достаточно, то есть мы эту работу ведем, вы видите, что здесь все в движении. Хорошо, может быть тогда какая-то помощь у нас погрузка или что? Вы оставьте свои контактные телефоны. Да этот телефон-то вам бы оставила, конечно, но дело в том, что люди там все столпятся и ругаются. Нет, я согласен, но мы эту проблему знаем и без вашей информации. А через сколько там появятся продукты, потому что люди ждут? Она появится сегодня. Ну как сегодня? Ну мы думаем, что там час, где-где как, потому что у нас таких точек 8 по городу. Мы же предлагаем помощь, давайте на нас возить это все. У нас три машины. Я вам говорю о том, что у нас транспорт есть, у нас есть что везти, мы загружаем и возим. Ну мы там уже давно и пока не видели давно там никого. У нас сигнал о том, что там закончились продукты, поступил буквально в течение полчаса. Замечательно, мы все-таки предлагаем свою помощь. Да, оставьте свой номер телефона и я вам перезвоню. Так, номер телефона это сложнее, я по таким ситуациям с визитками сейчас не еду. Давайте не визитку, просто назовите, запишите. Да, пожалуйста, есть у вас кто-то, у кого-нибудь есть кто-то там? Да, в телефон. А, у меня тоже есть. Да. А сколько у вас человек здесь? У нас человек, девочки, не ставь. Мальчики, девочки. Мальчики, взрослые. Ну девочек меньше, нормально. Ну мы сейчас с вами выйдем, давайте с склада, чтобы не решать этим работать. Люди, ну нет человека, который не знает, или здесь, или там выдается. Безусловно, не успевают привозить, потому что раз, да, да. Раста. Раста не успеет. А что, вот это нужно, ну там остаться. Да, только передать. У нас проблемы с тем, чтобы довезти, или что довезти, нет. Так а с чем проблемы же есть? Проблема доставки? Ну, проблема в том, что... Ну, проблема в том, что... Ну, конечно, они разбираются очень быстро. Представьте себе. Вот поэтому, может, говорю, давайте у нас... Ну, заявки может недостаточно. Давайте три машины у нас будем ездить, возьмем. Пусть нас допускают, мы будем довозить. У меня вот багажник пустой, задняя сиденья, на задней сиденье. Да у нас еще две машины мы можем возить. У нас большой этот джип... Хотя бы воду и хлеб. Возить. На ту точку, по крайней мере, мы можем ее взять пока на себя полностью. У нас проблемы сейчас с транспортом нет никакого. Ну, проблемы с грузчиками. Чем мы не можем? Не успевают работать. Есть продукты, есть транспорт. Почему там пусто? Я говорю, давайте мы эту точку на себя возьмем сейчас полностью. Чтобы вы о ней забыли. Вот мы туда будем ездить и возить, и возить, и возить. То есть вы туда не доезжаете, но мы доедем. Поезжайте на остальные семь точно. В чем проблема? Я не вижу эту необходимость. А люди спросите, а не видят необходимость? Возникнет просто-напросто такая же самая ситуация. Вы думаете, что если это не под силу делать нам, это под силу сделать вам? Ну, судя по всему, вам не под силу, потому что там пусто, нет ничего, нет холора, понимаете? Там у нас около нас бьется примерно 50, 70, 100 человек. Все люди будут обеспечены продуктами. Подождите, не надо общих слов. Подождите, будут или обеспечены? Мы реально там на месте с людьми живыми общаемся. Нас интересует другое, должны быть обеспечены, но без будут. Будут это уже продукты. Я полемизировать на эту тему. Так, у вас получается полемика. Мы реальное дело говорим, давайте мы будем... Реальное дело в том, что есть люди, есть продукты, есть транспорт. Ну, хорошо. А я вижу здесь людей, которые сейчас... Продуктов на точке данной нет. Делают мероприятие данной. Какое мероприятие людям дать поесть и попить? Приезжайте к нам, посмотрите, сами решите. Вы увидите, что там за мероприятие. Матом кроют администрацию. Говорят, что где продукты, где вода. Вы ставите под сомнение, что мы ездим и не общаемся с людьми. Я не ставлю под сомнение. Давайте мы говорим о реальных живых вещах. Что люди стоят без еды и без воды. И мы готовы, им это возить. Люди пришли за едой и за водой. На Адакумске 156. Сейчас мы тогда в Умцельс-Машоке не доходим. Я говорю, я предлагаю, почему мы не доходим за 56. А Адакумске 156. А Адакумске 153. Вода и хлеб. Вода и хлеб. Нам людям хлеб нужен очень с водой. Это абсолютно объективно, что люди хотят получить продукты. Это абсолютно нормально. Это понятно, но там уже давно их нет. Ну как понять давно? Ну больше часа уже. Ну что значит давно? Только мы им сейчас раздавали. Уже часа полтора, только мы их раздавали. Какие объемы на тот округ мы сегодня раздали. А я верю, я же не говорю, что вы не даете. Я предлагаю вам помощь. Вы на помощь. Вы предлагаете помощь очень настоящее. А как там? Нет, нет, нет. Мы не знаем, какие объемы, но мы видим, что недостаточные объемы. Ну недостаточные. А? Недостаточные объемы. Не знаем, какие цифры объемы, но они недостаточные. Однозначно не хватает. Я еще раз говорю объяснять этот момент, касаемый того, что недостаточные или недостаточные. То есть вы отказываетесь от нашей помощи? Я не отказываюсь от вашей помощи. Так давайте вот сейчас возьмем и набьем машину. Я говорю о том, что вы оставили себе номер телефона? Нет, да? Он у меня есть. Как только у меня не будет транспорта, и возникнет пауза, и возникнет пауза, и мне понадобятся люди, и машины. Я вам подоговорились. Да? Договорились? Нет, мы с вами договорились. Я просто увидела, что мы дома из интернета. А вас будут дожать, да? На самом деле я считаю, что мы бы договорились, если бы вы сейчас взяли, просто нас запустили, мы задели бы машину. Да, ваше. Поехали. Всклад? Ну или давайте с вами отмечу. Всклад работает. Давайте с вами отмечу. Машину. Я отвезу к людям, они стоят. Вы меня не слышите, Сергей Вячеславович. Я еще раз повторяю. У нас нет проблем с доставкой, с людьми. Но продуктов, наверное, с ними нет. А до Кумшка 153. Можете доставить сейчас? Мы единовременно. Понимаете, вот так вот ничего нельзя. Через полчаса. Мы бы уже сейчас перезлить доходу, пока мы поедем. Что нам сейчас людям говорить? Да вам ничего не нужно. Там есть люди, которые общаются с людьми. Нет там. Нету никого. А от ЛАГ никого нет. Значит, если вы говорите конкретно об адресе Кумшка 156. Да, там точка. Там не там точка. Там молотерская точка со вчерашнего вечера. Я просто не понял, что там, как это должно быть. Куда? Вы можете заедать. А вот тут 156 можете быть. Ну вот сюда. А? Воронка. Да, да, да. Ну, кстати, подожди. А вы еще какое-то... Это тоже помогает. Там и наши ребята. Вот сюда. Они не сюда. Они не сюда идут, они не разводят. Потому что это административно достаточно тяжело. Поэтому люди, которые сейчас приезжают, они сами едут и разводят. Все люди, которые сейчас, которые мы собираем, они едут и сами разводят. Ну вот нас, Савинна, я сформулирую. Не вам показали адрес? Мы сейчас туда, я уже позвоню туда. Можно нас даже уйти? Только вот прямо сейчас. Пока вода, сейчас еще газель придет тоже. Вещи у нас есть. Вещи там большой стол накрывают. Впрочем, вода и хлеба. Хлеб я сейчас позвоню. Мы подхлебный булку, мы уже на 3 части резали своими. Сбирали по кусочкам. Сейчас я его воду. А я его покажу. Хорошо. А у меня... А у меня как вы... А вот, ворот, ворот, ворот. Сами не гадите. Вот, посмотрите. Когда человек, когда люди приезжают, они приезжают. А они 5-4 тысячи. А они что отъедете? Пока ждете, да. Мы сейчас определимся, как мы можем. Может быть, куда-то завезти. Может быть, даже и так. Что-то хотели, да? Любого объема сегодня, который мы не поставили. Просто не хочется экспериментов ставить. Любое объем. А вы считаете, что помощь волонтеров – это эксперимент? Я хочу сказать о том, что когда люди приезжают в определенном количестве, да, вот, мы с вами общались с вкладом, или сколько вас человек пришли? У нас сегодня здесь приехало, да. Люди говорят, вот у нас есть человек, что вам нужно сделать? А вы приезжаете, говорите, давай разойдитесь. Мы сейчас со склада возьмем и повезем. У нас тогда было так. Мы вам помочь? Нет, мы не против, привезите своими снимками. Ну как зачем? Мы говорим, давайте, мы поможем вам возить. Вот что мы говорим. Да нет проблемы с транспортом, у меня не слышно. Тут все понятно, есть другая проблема. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...